Приветствую вас. Если вы работали с психологом, как вы говорите, то вы, наверное, отдаете себе отчет в том, что единых решений таких серьезных, глобальных проблем, как у вас нет. Особенно нет этих решений без знания вашей проблемы. Особенно нет этих решений без знания ваших индивидуальных особенностей. Вот. Понимаете? И совершенно непонятно, какой подход планирования вас устроил бы, а какой подход планирования не устроил бы вас. И почему? Мы этого знать, в принципе, не можем. Потому что мы вас не знаем. Смотрите. Как бы вам можно порекомендовать, да, к примеру, два основных направления планирования. Значит, первое, это больше такой чувственный аспект, да, то есть, к примеру, ничего не делать через силу. Ничего не делать против своей воли. Вот просто ничего вообще не делать против своей воли. Понимаете? Потому что, как бы, уход за мамой, уход за мамой мужа, да, уход за мамой мужа. Это, пусть и важно дело, но это дело, которое явно выбивает вас из колеи. То есть, вы хотите ухаживать за них? Хотите это делать. Делаете. И не хотите делать, тоже им все еще делать. Понимаете такая штука? То есть, не чувствуете себя, вы принадлежащие самой себе. Не чувствуете, что ваши ресурсы, да, они принадлежат вам, как бы, ну, полностью. Да? Вот. И, соответственно, именно по этой причине вам и, ну, это одна из причин, по которой вам тяжело. Безусловно, что у вас эмоциональная привязанность и так далее, и так далее, вы просто не научились, значит, жить для себя. Вот. И, в первую очередь, работать со своими чувствами, со своими желаниями, со своими потребностями, с тем, чтобы пробовать, чтобы пробовать что-то делать, чтобы ошибаться, ну, значит, вы, там, пробуете что-то делать, вы ошибаетесь. Пропробуйте еще раз, вы опять ошибаетесь. Э, это такая, по сути, вот, э... наработка идет с того, что у вас когда-то давно, давным-давно было. Вот. И здесь очень важно не делать ничего против воли, просто перестать себя пересиливать, возможно вам нужен отдых, возможно вам нужен отпуск небольшой, ну я имею ввиду духовный, эмоциональный, возможно вам нужен просто вообще какое-то время вообще никто не трогал. То есть тут как бы тоже есть варианты, которые различаются, скажем так. Но для того, чтобы понять какой из вариантов ближе, нужно с вами пообщаться, нужно с вами поработать. Это первое. Второе. Второе. Вот вы пишите, что психолог работал со мной, поповину обрезали, понимаете, надо устраниться пока, чтобы сами трудились. Почему вы к этому психологу не обратились? Опять, если у вас с ним работа шла, если работа у вас с ним получилась, да, почему вы не продолжили работать с ним по этой причине, ну по этой проблеме? Не понятно. Дальше. Значит. Вы пишите, моя жизнь полна стрессов, связанных со взрослыми детьми, живу очень далеко от них, возраст за 50. Скажите, как может быть ваша жизнь связана со стрессами, связанными с вашими детьми, если вы живете от детей далеко? То есть это не стресс. Это переживание за них. А переживание за них, это, ну по сути, замещение своих собственных, то есть свои собственные чувства, желания вы обесцениваете, а их желание и чувства ставите во главу угла. Откуда пришло обесценивание своих чувств, очень важно выяснить и, соответственно, первопричину этого устраивать. Дальше. Знаю, жизнь не заканчивается, не работает, смотрю за больной мамой и мужем. Ну, опять же, здесь вопрос стоит об уровне вашей реализации, если можно так выразиться. Да? То есть, это, конечно, вопрос больше морали, но почему вы должны ухаживать за мамой и мужем в ущерб, к примеру, себе? То есть, ну, можно, конечно, ухаживать за ней, если, ну, никаких препятствий к этому нет, да, если вам не в тягость, но если вам в тягость, да, то, как бы, то есть тут опять же вопрос выбор. Что бы вы опять поставили во главу угла не свои желания, а мужа, ну, мамы мужа и мужа. Вы пишите, они хорошие, муж понимающие и любящие. И, может быть, именно благодаря тому, что они такие хорошие, они вами манипулируют. И заставляют вас сразу здесь делать то, что вы не хотите. Чувствуюсь, что много еще энергии было, были планы. Мощно и дома многое делать в плане творчества. Но не могут собрать, организовать себя в свою жизнь. Потому что вы не привыкли или не привыкли делать что-то по своему разумению. Поэтому нужно учиться заново. Поэтому я говорю про отпуск, про вот то, что вас, чтобы вас никто не трогал. Конечно, основной уход за мамой, она как маленький ребенок, дом, повседневная работа. Домашняя повседневная работа. Ну, что тут можно сказать. Это из-за того, готовы ли вы менять что-то. Вот маме можно и нужно нанять, там, я не знаю, там, к примеру, сиделку, няньку, там, вот. Чтобы это меньше влияло на вас. Да, маме можно нанять. А вас появится больше свободного времени. Это не очень понятный выбор. Если свободное время, можно использовать, сделать жизнь более задержательной. А я, как бы, разложенный механизм, как бы, проходит блоком. А что вы делаете в свободное время? Он занимался цветами, красивые клубы по дому. Но я уже не могу, я же не могу время быть там. А сколько можете? То есть вы для чего это делаете? Вот какая субъективная сторона того, что вы занимались клубами по дому? В доме не могу сконцентрироваться на любимых занятиях. Чем увлекался, а что мешает? То есть на концентрации неприятности выходит и выводит эскелит. То есть они вас задевают. Ну вот. Нужно поисследовать, почему неприятности вас задевают. Нужно поисследовать, как они на вас влияют. Нужно работать с личными границами. То есть это моя ответственность, это не моя. Меня касается, меня не касается. То есть, как вы знаете, правило. Вы не чувствуете себя в безопасности, в том числе из-за отсутствия лишних границ. Вот. Раньше психолог работал со мной, и поповинно связывающие с детьми опресли. Ну. Знаете. Не походим. Не походим. Чтобы обрезали. Потому что, как бы, по-прежнему, по-прежнему вы говорите, что ваша жизнь связана со взрослыми детьми. Со стрессами. Полна стрессов в вашей жизни, связанных со взрослыми детьми. То есть, как-то претворечиваю. Вот. Понимаю, что надо звониться пока, чтобы сами трудились. Или пока, а... Ну, всегда. Приняла решение, сдала легче. Но в голове кавардак, надо разложить пополочками, я не могу. Может быть, вы не хотите. Может быть, вы не хотите, потому что вам сейчас хочется отдохнуть. То есть, такое ощущение, что вы хотите порегрессировать. Регрессии вы себе запрещаете. И... Получается, что, как раньше вы себя заставляли делать всё для детей, так сейчас вы себя заставляете делать что-то для себя. А не надо заставлять. Не надо заставлять. Не идти именно на поводу своих желаний. Сколько хотите, столько регрессируйте. Тем более, что вы не работаете. Ну что? Позоветуйте, что делать? Что делать, чтобы что? Как организовать себя? Ну... Помимо тех моментов, которые я уже озвучил, да, я рекомендовал бы вам следующие книги к прочтению. Значит... Трактикум по гисталтерапии Фредерико Первого. Эм... 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 как вы пишете. Что касается книги «Танкс и барьеры», то это книга христианского психолога, там очень много от христианства. Надеюсь, что это не помешает вам увидеть основную мысль книги и научиться тому, что там описывается. Но вы не разложите все по полочкам, скорее всего, без помощи психолога, потому что вам нужно задавать вопросы, вас нужно направляться. То есть, когда вы думаете об этом сами, вы входите в привычную колью своего мышления и, соответственно, входите по кругу. Если говорить в общем, то мне представляется ситуация такой, что вам нужно выходить из своей зоны комфорта в том смысле, чтобы не бояться обидеть тех или иных людей, с которыми вы, например, взаимодействуете. То есть, вы боитесь обидеть маму мужа, вы боитесь обидеть самого мужа. Вот это вот зона комфорта, то есть, как бы, страх обвинения, страх осуждения. Вот именно, мне кажется, что именно здесь кроется одна из проблем. Такая неуверенность в себе, по сути. Вот. Возможно, страх одиночества, если вы, так сказать, имеете привязанность к своим, ну, своим родным, да, то есть, идете к детям, к мужям. Вот. То есть, раньше у вас дети были, теперь у вас мама мужа, то есть, которая ведет себя как ребенок, то есть, по сути, вас окружают дети. Для чего вам дети? Чтобы не делать чего-то. А почему? Потому что вы боитесь успеха. Возможно, у вас есть запрет на успех. Вот. Этот запрет, он дается в родительской семье, в детстве. Вот. Его нужно снять. Вот. В целом, ну, в целом, можно сказать, что вы находитесь в треугольнике Карпмана, вот, можете почитать в интернете об этом, вот, в роли спасителя жертвы. То есть, сперва вы спасаете, вот, а потом вы чувствуете себя жертвой, себе не принадлежащей. И начинать нужно с взятия личной ответственности, о чем частично написано в книге «Барьеры» у Тауссена. Вот. В принципе, наверное, это все. То есть, больше сказать, наверное, нечего. Вы говорите, что вы не можете сконцентрироваться. Может быть, у вас есть проблемы с вниманием. Может быть. Может быть. Но проблемы с вниманием – это очень такая тонкая-тонкая материя. В том смысле, что проблемы с вниманием, проблемы с вниманием могут быть и как физиологическими, так и психическими, психологическими. Как и у вас проблемы с вниманием. Нужно исследовать. Ну, если хотите, вы можете обратиться к врачу с этой проблемой. Пусть он вам что-нибудь выпишет. Вот. Попробуйте попринимать. Если не будет улучшений, значит, скорее всего, психологическая проблема. Ну, нужно смотреть. Очень часто, опять же, вот эта вот такая слепота, да, такая, слепота внимания, да, как это называется. Она вызвана именно тем, что вы себе запрещаете. Опять же, тот же самый успех, собственно говоря. Понимаете? Вот. И если это так, и если это так, то с этим просто нужно будет работать. Вот и все, по сути. Вот. То есть, так это мне видится. Так мне видится ваша проблема. Вот. Хотелось бы ответить больше. Хотелось бы ответить как-то более содержательно, но с учетом того, что вы решили предоставить нам почему-то краткую информацию, с того, что вы решили не рассказывать о себе много. Вот. Ну, наверное, больше, больше мне лично добавить нечего. Вот. Ну, это не важно следовать. Слишком мало информации. Если у нас остались вопросы по моему ответу, пишите в личку «Будратоночь», если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Ну, а да, я забыл. Я забыл. Я забыл. Я привел в своем ответе первый вариант, да, того, как можно себя организовать, но не привел второй. Второй вариант касается того, что вы, как бы, представляете себе план, да, того, что ведется, ну, изначально. Вот. И ставите себе такие минимальные задачи. А все-таки минимальные. Вот. И хвалите себя. Вот такой рационалистический больше подход. Но, опять же, что из этого вам подойдет? Непонятно. Что из этого вам подходит? Непонятно. Потому что мы не знаем вас. Мы не знаем, какая вы. Какая вы. Вот. Понимаете? Может быть, вам подойдут другие варианты, да. Может быть, вам подойдет смешанный вариант. Может быть, вам вообще нужно, там, условно говоря, значит, ну, свой вариант, да. То есть вам подойдет смешанный вариант. Может быть, вам подойдет работа с вниманием, да. То есть работа с вниманием, это, вот, непосредственно такая, вот, на счет. Целенаправленная терапия, целенаправленное воздействие на внимание. Ну, вот. Понимаете? Какая история. То есть непонятно, неизвестно. Нужно все-таки с вами пообщаться, поработать, чтобы понять. Вот. К примеру, если у вас физиологически все хорошо, да, то есть никаких медицинских предпосылок к тому, чтобы, ну, у вас были проблемы с вниманием, нет, то начну на внимание тренироваться. Оно же, опять же, оно же почему-то рассеялось. Оно же, опять же, почему-то ухудшилось. Вот, вот, тоже есть причины, причины. Вот. Так что, так вот. Посмотрите на вторичную выгоду. От того, что происходит. Вот. Что вы получаете? Что вы получаете от того, что так себя ведете? От того, что так собой распоряжаете? Что вы получаете? На что право вы приобретаете? Вот. На этом все. Теперь уже точно. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...